У меня очень сегодня простая задача. Я хочу рассказать, я рассчитывал, что все-таки будут люди помоложе, но поскольку молоденькие разбежались, придется стареньким рассказывать про самые ранние периоды развития. И я хочу начать с того, что на самом деле никаких особых проблем нет. Потому что с мозгами все хорошо. В том смысле, что они очень хорошо исследованы, и если бы глупостями не занимались, например, изучением, созданием карт-транскриптомов мозга, возникает вопрос, а вы о чем хотите сказать? Что вы хотите исследовать? То, как полтора десятка некодирующих генов экспрессируются? Для чего? Для получения грантов? Это интересно. Для понимания развития мозга вообще не интересно. Никак и никому. Имитация науки – это основная проблема изучения мозга. Потому что имитация научной деятельности с получением новых маркеров, новых приемов обработки препаратов, новых способов анализа поведения, оно, кажется, может дать результат. Напомню, что когда открыли первые молекулярные маркеры, всем казалось, что вот еще буквально пять лет, и все станет ясно. Так же точно считали в довоенное время, когда впервые занялись электрофизиологией. Ну, говорят, ну вот же нейрон, вот сигнал. Все понятно. Сейчас мы возьмем, исследуем все сигналы всех нейронов, из органов чувств, из мозга. И все у нас сложится. У нас только в Москве было восемь институтов физиологии головного мозга. Так что они сделали? Ну, кроме академиков, кандидатов и докторов наук, которые размножаются в этих местах, как пчелы. Кроме этого, что это дало науке о мозге? Ничего. Как в 56-м году Эклс ввел внутриклеточно электроды? Как записал, описал варианты кодирования сигналов? Так все и осталось. До сих пор не решен вопрос не того, как передается электрический сигнал, потому что нервная система – это не комплекс проводов, а как он передает информационное содержание на синапсах. До сих пор синаптический анализ передачи содержательной фазы сигнала неизвестен. Почему? Потому что никакой арифметики, я уж не говорю про искусственный маразм, то есть интеллект там и близко не лежал. Дело в том, что при каждом передаче сигналов, который проходит 200 сигналов в секунду, выделяется, используется в синаптическом пузырьке, который каждый раз открывается, по меньшей мере 24 медиатора в разных комбинациях. Закодируйте это. Ну, кто в школе учился хотя бы на тройке, тот АЭЗН пока возьмет и поймет, что это столько же, сколько звезд в нашей галактике. Поэтому система информационной передачи сигнала не вот эта муть пробегания импульса перезарядки мембраны от тела нейрона, от аксонного холмика до синапса, а сама содержательная часть. Вопрос к институтам физиологии, тем самым к восьми, из которых три осталось. Где результаты? Никаких результатов нет. К сожалению, в науке это очень часто случается. Почему? Потому что цели и задачи подменяются модными направлениями. Это было всегда с времен Ломоносова. И существует и сейчас. Поэтому я хочу рассказать немножко о раннем развитии, но при этом не залезая в завиральные модели и в откровенное вранье, которым наполнена литература о мозге. Значит, я буду говорить о том, что было, есть и будет всегда. Нравится нам это или не нравится. И вот я начинаю с контроля развития мозга человека. Вот, собственно говоря, что сейчас можно увидеть в лучшие аппараты фирмы Акусон, Симонса и других производителей, которые позволяют делать высококачественные сканы. Это в том случае, когда еще зародыш предлежит, соответственно, к брюху матери, и можно это все увидеть. А так вообще-то этого не видать. То есть это в одном случае из десяти такую картинку можно получить. И если их публикуют в учебниках, это не значит, что это врачи видят. Не видят они, как правило, там ничего. Вот это в идеальном случае. То есть что здесь получается? Здесь получается так, что вот 6-8 недель – это вот такой зародыш. Ну что можно измерить? Ну вот, теме копчиковую длину. Это важнейший медицинский признак. Тем более, учитывая, что на 30% это вариабельного человека. То же самое с мозгами. Вот мозги 11-13 недель. Здесь, конечно, никаких серьезных патологий, узреть нельзя. Но на 20-15, уже 18 недель и старше, там уже можно кое-что увидеть на самом деле. А что же происходит до этого? До этого как раз происходит, кстати говоря, массовая гибель человеческих существ. Потому что сперматозоид попадает в яйцеклетку в начале трубы, и она почти 10 дней идет до имплантации. В этот момент гибнет в среднем до 80% зародышей. То есть из оплодотворенной сотни 80% погибают по дороге. Потому что, ну я уж не говорю про внематочную беременность, я говорю о том, что просто нарушается развитие по до сих пор неизвестным причинам. Их очень мало. Поэтому вот таких зародышей, которые вы видите, это как раз первый день после того, как человеческий зародыш попал в матку. Я подчеркну, это человеческий зародыш. Они наполнены фотографиями мышей учебники по акушерству и гинекологии, издаваемые в Западной Европе и США. То, что вам там показывают, это ложь. В лучшем случае просто неумелый подлог. Почему? Потому что на этих стадиях никаких исследований не ведется, никаких эмбрионов никто никогда не видел. Вот это первая картинка, на которой видно на одиннадцатый день, после того, как зародыш имплантировался, получился полноценный цитотрофобласт. Вот здесь миллиметровая линейка. И вот что внутри. Вот такой зародыш. Он не похож ни на каких лягушек, ни на каких рыб. И внутри вся человеческая сущность будущая – это вот эти два, две полосочки клеток. Где-то порядка двухсот клеток. Они находятся вот здесь. Все остальное – это будут соматические оболочки. И вот из этого мы все и получаемся. Вот в этот момент уже от Хайфлика отщепнули практически пять или шесть клеточных делений. Напомню, что наша жизнь ограничена числом клеточных делений. Пятьдесят плюс-минус три-четыре. Никаких из этого стволовых клеток нет и быть не может. Почему? Потому что вечную жизнь никто не умеет перепрограммировать. Теломеры как отрезаются при каждом делении, так отрезаются. Новые подключаются только тогда, когда мы имеем дело с раковой клеткой. Эта вот следующая лекция будет посвящена этому. То есть онкология. Ни у каких клеток, кроме онкологических, Хайфлик не восстанавливается. То есть это вечная проблема. Поэтому все рассказы о том, что кто-то вам подарит вечную жизнь или заменит какие-то органы, являются откровенным враньем. Чистой уголовщиной. Воровство на доверие. То есть поэтому у нас, к сожалению, вот уже у этого зародыша выбрано как минимум пяток делений по Хайфлику. Имейте в виду, что к рождению человека, когда еще вот такой всего-навсего зародыш, уже выбрано 24-28 клеточных делений. Это очень много. На всю оставшуюся жизнь остается 20-22. И ниоткуда новые не появятся. Чудес не бывает. Никаких стволовых клеток не существует. Даже в крови вы мне скажете, ну как же кровь всю жизнь возобновляется. Правильно, если взять у вас анализ крови, сделать РН-анализ, идентифицировать полный генетический состав того, что у вас плавает в крови, имеется в виду моноциты, которые еще не утратили ядру, то выяснится, что у вас каждые полгода ваш генетический профиль меняется. Почему? Потому что никаких стволовых клеток нет даже в системе кровотворения. Каждые полгода в результате ряда взаимодействий, довольно хорошо изученных, выходит новая пролиферативная группа клеток, которая формирует вашу кровь. Каждые полгода. Поэтому взятая 10 лет назад кровь будет существенно очень отличаться от того, что будет у вас в настоящее время. То есть даже здесь этого нет. Поэтому все эти рассказы про стволовость и генетически детерминированное развитие являются пустым вымыслом. 10 лет назад японцы, как вы знаете, получили Нобелевскую премию за то, что пересадили в геном 4 гена, которые должны обеспечить стволовость. Простой вопрос, где результаты? Прошло 10 лет. Эти прохиндеи обещали, что они сейчас наделают стволовых клеток из любого органа, пересаживая эти гены, и ими излечат все болезни. Нобелевские премии не отбирают, а зря. Но вот, к сожалению, за последние 30 лет, я думаю, 28 премий пришлось бы вернуть, потому что они все построены на ложных научных результатах или на откровенной фальсификации данных. Итак, поедем дальше. Так вот, уже в этот момент происходят всякие интересные события. Почему? Потому что все любят поговорить о том, что мы возьмем самые ранние клетки, и они-то и будут такими, у которых и хайфлик не выбран, и направить их можем куда угодно. Да, это существует до некоторой степени. Почему? Потому что специализация уже начинается очень рано у человеческих зародышей. Но поскольку, как вы понимаете, человеческий зародыш, о котором вам показал он, единственный на этой планете, несмотря на 7 миллиардов людей, которые с утра до ночи размножаются, значит, материал недоступен, потому что слишком рано, то это проводится исследование обычно на животных. Вот в данном случае амфибийный материал, который решил знаменитнейшую проблему 80-х, 90-х годов. Потому что тогда были еще отголоски оголтелой генетической детерминации, и многие считали, что вот одна клетка дает один клон, этот клон дает участок мозга, этот участок мозга связывается потом аксонами и дендритами с теми кусками мозга, которые были родственными той дочерней анцестральной клетки. Но когда решили все-таки проверить, не разводить вот это все, это такой Маркус Джекобсон этим занимался, а все-таки проверить, а на самом ли деле так, то выяснилось, что нет, не так, что начиная уже с 16-клеточной стадии, я уж не говорю про 32-клеточных, уже существует детерминация. Вот красненькими треугольничками, квадратиками показаны те области, которые в мозге займут ту или иную область, а черненькими, такими же, показаны те клетки, которые в будущем могут дать те области, а могут и не дать. То есть, иначе говоря, детерминация на этом уровне уже есть, но она не окончательная. Но чем дальше мы идем, тем больше, более детерминированные события мы сталкиваемся. Иначе говоря, оказалось, при экспериментах, в которых инициировали красители в соседние клетки, что как ближние, так и дальние клетки довольно сильно перемешиваются. Видите, как здесь флуоресценция желтенького и голубенького, а здесь они смешаны. То есть, оказалось, что клетки в зародыше, несмотря на то, что они лежат довольно далеко, они на 60% перемешиваются между собой. Таким образом, был вбит окончательно гвоздь в гроб идеи генетической детерминации развития. Если у вас клетки, потомки разных гластомеров, участвующих в нейрогенезе, а все начинается всего с 7 клеток, перемешиваются больше, чем на 60%, то ни о какой детерминации речи быть не может. А с другой стороны, и логика есть в этом. Если вы убиваете одну из клеток, а это производилось в исследованиях, японец им аккуратно убивал клетки и смотрел, что получится. И он показал, что если избирательно уничтожить жидким азотом 60% клеток, но не подряд, а так вот, через одну, то зародыш вполне нормально возникнет. Ну, были и другие эксперименты, когда просто волосяной петлей перетягивали на первой стадии дробление, и зародыш получался маленький, но их было два, и генетически идентичных. То есть, иначе говоря, генетическая детерминация не работает. А что же работает, всегда возникает вопрос на ранних стадиях. В общем-то, и так догадывались, что работает, потому что, когда начал еще Эдельман, знаменитый первооткрыватель инсулина, после открытия инсулина, он, во-первых, стал очень богатым человеком, а во-вторых, его очень полюбили в Америке. Ему создали институт, которым он руководил 30 лет. Он занимался только одной проблемой. Он искал закономерности морфогенеза нервной системы. Но он искал так, как положено искать в Америке. Он искал чего? Вещества или какие-то белки, или какие-то еще коммуникационные сигналы, которые бы этим управляли. Ну, конечно, ничего он не нашел. Через 30 лет вся эта история закончилась. История детерминации, в том числе и такой. А на самом деле работает совсем другой принцип фундаментальный. Никто никогда не задумывался о том, зачем форма нужна зародышу. Форма нужна не для того, чтобы он как-то сложно развивался или погибал. Вот в данном случае у нас здесь 12,5 дней после оплодотворения вид сверху и сбоку вот эта вот полоска, то есть ось зародыша идет вот так, туда, вовнутрь. Это то, из чего представляет собой человеческий мозг на 12,5 день. То есть на самом деле это так называемая первичная полоска. Вот она закладывается, вот ортогональная реконструкция, где видно эта самая полоска. Вот из этого в будущем будет нервная система. И клетки просто мигрируют вовнутрь, в том числе отсюда. Вот с этого момента, собственно говоря, мы можем говорить о начале морфологического отделения нервной системы. Причем, если вы возьмете, например, уже правду амфибии, клетку отсюда и пересадите ее вот сюда, то она будет себя вести по-другому. То есть это говорит о том, что у нас речь идет о клеточных взаимодействиях, которые содержат морфогенетическую информацию. Иначе говоря, геномы во всех клетках более-менее одинаковы. Работают они за счет амплифицированных кольцевых генов, которые одинаковы. Но клетки меняют свою форму по-разному и занимаются разными вещами. Одни выходят в дифференцировку, другие остаются. Кто им об этом говорит? Простой детский вопрос. Геном молчит, он еще не экспрессирован. Гены одинаковые, а клетки разные. Господь Бог или у них у каждого сотовый оператор внутри сидит на миллион абонентов. И они там связываются. Кто-то, например, умер. А вы и поймите, что в этот момент идет активная пролиферация внутри этих событий. То есть это что значит? Что каждые несколько часов количество клеток увеличивается, удваивается. Звонить по телефону или экспрессировать в гены, когда у тебя происходит удвоение хромосом, довольно смешно. Тем не менее, эти все события происходят, и мы посмотрим последующие, все быстро очень усложняется. А если перейдем к более продвинутым, то вот у нас уже человеческий же зародыш, но уже на 13-й день. Ну, кстати говоря, это часто приводит к несчастьям. Вот, например, есть анамбриония, когда плодные оболочки и есть, а самого зародыша уже нет. То есть здесь зародыш около 200 микрон всего размером. Вот эта головная часть, то есть будущий головной мозг, это спиной, это мозговые оболочки и, значит, трофобласт. То есть вот так он выглядит, соответственно, на разрезе. То есть что происходит? Получается так, что форма нужна не для того, чтобы создать кругленькую нервную трубку, а кругленькая нервная трубка – это артефакт от распределения в пространстве и времени дифференциальной экспрессии генома. И дальше это начинает быть видно очень красиво и хорошо. То есть вот человеческий зародыш на 22-й день развития. Кстати говоря, он абсолютно не похож на зародышей мышей, которых вам демонстрируют в медицинских, гинекологических руководствах. Там не только непохожесть. Ну, например, в головной части здесь три нервных валика, когда у мышки один. Кроме этого, у человека два нейропора. Ну, это когда замыкается нервная трубка. Вот она здесь замыкается полностью впереди, а остается нейропор и сзади. А у мышки четыре нейропора. Поэтому морфогенез мыши имеет к человеческому и очень косвенное отношение. То есть поэтому эмбриология Садлера для врачей, она имеет большое образовательное значение для гинекологов, которые обслуживают мышей. Но к людям не очень. Так вот, что происходит? Вот эти все события, вот сами-то генез, когда распределяются мезодермальные производные. Вот они. Нервная трубка только вот здесь начинает замыкаться. Вот первые точки, контакты, замыкание нервной трубки в районе шейного отдела спинного мозга. А потом распространяется волна неруляционная вперед и назад. Но одновременно еще спереди, вот здесь, в этом месте, начинает складываться. То есть это первый осмысленный органогенез в нашем развитии. И, как видите, он 18-й, 30-й день. То есть, иначе говоря, нервная система – это первый осевой орган, который задает структуру всех остальных органов. Очень часто спрашивают, а как же вот видится клетка, узнают, где вперед, где зад. Там, где заскочил сперматозоид, там и будет зад. А вот где он не сходил, там будет вперед. Вот ось задается так, а все остальное выходит из межклеточных взаимодействий, которые довольно легко вычисляются. И вот здесь видно сворачивание нервной трубки, значит, соответственно, и формирование самитов. Вот сначала они в виде вот таких скоплений, потом они дифференцируются из них, потом образуются все внутренние органы, мышцы, скелеты, все остальное. Я думаю, что это хорошо должно быть известно. То есть, иначе говоря, морфогенетические события, они такие активные и так активно работают, детерминируя различные события в геноме, что даже есть циклы выделенные. Ну вот, например, когда клетки разной формы располагаются в разных частях спинного и головного мозга. То есть в результате создается пространственная структура. Насколько она быстрая? Вот представьте, что вот этот червячок, этот человек, вид сбоку, вот будущее, головной мозг, вот спинной мозг. Из-за того, что морфогенетические события идут очень быстро, он даже форму свою ввиняет. Почему теме копчиковый размер не имеет значения радикального на ранних стадиях развития? Потому что, как вы видите, зародыш ничего не приобрел, но через несколько часов изменил свою форму. Потому что у него начали дифференцироваться сомиты в спинной части. То есть, иначе говоря, клеточный эмбриогенез, он сопряжен с огромным количеством очень специфических событий. Вот эта форма является следствием растяжения клеток, пролиферации, миграции, выход в дифференцировку и даже тангенциальной миграции. Вот классический пример тангенциальной миграции, когда маркирована группа нейробластов на ранней стадии, а потом они расползлись, разгулялись. И таких событий в морфогенезе нервной системы огромное количество, начиная от миграции и дифференцировки, как в данном случае. Вот таннициты, по которым ползут клетки, имеется в виду вот эти красненькие, а вот зелененькие, вот эти вот самые будущие клетки неокортекса, о которых мы с вами думаем. Тут они не дифференцированы, и неокортекс представлен всего лишь одной единой закладкой. Они потом приобретут свои особенности, связанные с конкретными полями и под полями, а пока они просто ползают, достигая центров мишени. То есть событие, представьте себе, с одной стороны, безумная пролиферация, когда каждые несколько часов мозг удваивается. Надо помнить, что когда человек рождается, большую часть его тела представляет головной мозг. Там потом пролиферация практически нулевая. А и в этот же момент происходят все морфогенетические события. Когда вам говорят о том, что мы пересадим стволовые клетки, и они приживутся, и прочее, и прочее, это вранье в последней инстанции. Почему никакие стволовые клетки нигде не приживутся? Почему? Потому что в головном мозге, если говорить о нем, существует ни один нейрон, он работать не будет. Нейроны работают только тогда, когда их кормят. Я знаю, что вы тоже многие не очень готовы работать, если вас не кормить. Но вот нейроны при этом работают со страшной скоростью. Внутри нейронов запас АТФ вместе с глюкозой на 6 минут работы. Поэтому, если не будет вот этих зелененьких клеток глии, которые приносят пищу и оттаскивают оттуда продукты дефекации, ни один нейрон работать не будет. Без глиальных клеток, которые изолируют его друг от друга, нейрон работать не будет. Поэтому даже нейрон маленький с 15-миллиметровым отростком, который можно вырастить в культуре, для его обеспечения жизнью нужно еще минимум 2-3 клетки трофических глии и десяток клеток изоляторов. Поэтому все сказки про то, что мы в спинной мозг посадим нейробласты, и они сформируют контакты, и человек пойдет, начнет краковяк плясать, являются чистым коммерческим медицинским враньем. Ничего такого не было. Я смотрел еще 20 лет назад эти героические подвиги на конкретном материале. Ничего такого близко нет, и это является очередной околонаучной профанацией. К сожалению, вот здесь еще показано, что нейроны и гибнут. Да, при таком интенсивной пролиферации нейроны гибнут из расчета на тысячу метозов от 6 до 8 гибнущих клеток. В результате происходят в том числе и дифференциальные, некоторые дифференциальные морфогенетические события, о которых можно поговорить и на примере нейронов, на примере глии. Но лучше всего запомнится, это когда речь идет о ладошке. Потому что у нас закладывается конечность в виде такой пластиночки. Вот в данном случае она видна. И пальчиков, видите, здесь не видно почти. А потом между пальчиками начинается дифференциальная гибель клеток. Это один из редких случаев, когда работает апоптос. 15 лет сверлили всем мозги полуграмотные лиходеи от науки о том, что апоптос – это основа всего. Это один из 14 видов клеточной гибели. От неграмотности это все раздулось до невероятных размеров. Хотя дело, ларчик просто открывался. Просто сделали коммерческие маркеры апоптоса и стали их продавать. На самом деле, это эмбриональная детерминированная гибель клеток, которые существуют, ну, например, вот в зародышевой пластинке, когда пальцы образуются благодаря тому, что здесь клетки гибли. Это уникальное явление, детерминированная гибель, а не повседневные события, в том числе и в патанатомии. Вызванное, да, бывает, но никогда не бывает самостийной, самостоятельным событием. Так вот, вот эти морфогенетические события, в данном случае, зародыш после окончания нейруляции, то есть, когда замкнулся передний и задний нейропор человеческий, он сформировался всего за 30 дней. То есть, это уже такой приличненький где-то зародыш, около 5-7 миллиметров, что является индивидуальной особенностью. Как видите, уже и глазик, здесь пигментной петели глаза виден, хотя, как видите, еще он даже не замкнут, то есть, белек остается. Конечности в виде таких лопаточек. Здесь уже начинается гибель клеток, а здесь еще нет. Видите, за конечностью спрятался длинный хвостик. У человека хвост составляет 3 длины тела в момент его максимальной выраженности. Даже у детей попов, поэтому тут ничего не сделаешь. Придется терпеть. Он никуда не отпадает в связи с нашей гоминидизацией. Просто клетки, которые входят в его состав, дедифференцируются и входят в состав копчика и таза. А те, которые принадлежат мезодермальным производным и не дифференцированы еще в астогенную ткань, те формируют органы малого таза, также точно мезодермального происхождения. Ничего там сверхъестественного нет. Так вот, вот эти три неруляционных волны, они как раз и являются основной засадой нашего эмбрионального развития. Оставшиеся 20% гибнущих зародышей это как раз плоды вот этой самой нарушения неруляции. И это известно, скорость этих событий по часам, и, соответственно, если вы принимаете таблетку фенотезепама на ранних стадиях, то есть где-то на 21-22 день, то быстрее всего у вас будет шанс увидеть анонцефала в нашем музее из-за того, что нервная неруляция становится вот в этом месте. полушария переднего мозга вот эти самые не дифференцируются, будет анонцефал, и поскольку полушария одной, индукции глаз не будет, и будет глазик вот здесь в середине тоже один циклопчик такой получится. Если при этом обычно это сочетанные события, поскольку вот здесь начинается вторая и третья волна неруляции, обычно патологии связаны с мозжечком или задним мозгом. Это нежизнеспособные зародыши, в музее их полно там есть. Ну и дальше по ходу дела, чем попозднее все это происходит, тем будут более дифференциальные патологии. Там аплазия мозолистого тела, когда межполушарные связи не возникнут. Полушария возникнет, да, но межполушарно мозолистого тела, то есть комиссура, не возникнет. Значит, промежуточный мозг средний тоже возникает на более поздних стадиях. Но самое популярное это вот такое длинное событие, так называемое спинобифида или кистозное расщепление позвоночника. Естественно, никакого позвоночника здесь нет. Есть, по сути дела, хрящевая протокорда. А дальше происходит формирование нейральных двухпозвонков. Но из-за задержки развития формируется спинобифида. то есть это вызванное нарушением нейруляции, отсроченное событие, связанное с замыканием нейральных двухпозвонков. Почему оно встречается так часто? На сто человек у одного. Потому что событие, начавшись на двадцатый примерно день, заканчивается к тридцатому. За десять дней может произойти огромное количество неприятных событий, которое повлияет на нейруляцию и остановит ее на той или иной фазе. Или задержит. Этого уже достаточно для того, чтобы испортить, нарушить морфогенез. А теперь посмотрим на те объяснения, которые очень любят приводить. Первое и самое модное, популярное, поскольку в девяносто пятом году за это была выдана очередная липовая Нобелевская премия. это гомеобоксные гены. Их известно огромное количество классов, они классифицированы, почти ко всем есть маркеры, в том числе доказано, что это действительно гены, действительно связанные с ДНК. Но есть тонкость, которую нужно помнить, что всего шесть гомеобоксных генов, являющиеся кодирующими, а всего используется, в том числе коммерческих маркеров больше четырехсот. То есть, иначе говоря, эти гены экспрессируются, маркируют то или иное событие, когда оно уже произошло, и являются побочным продуктом генов, которые находятся над общим промоутером. Пожалуйста. И в этом основная проблема. То есть, у нас, если посмотреть даже на животных, то видно, смотрите, как хорошо, вот нервная система цыпленочка, вот гомеобоксные гены, вот они, смотрите, экспрессируются, все ясно, и располагаются они в соответствии с мозговыми отделами, передним, промежуточным, средним и задним мозгом. И кажется, ну смотрите, такая сегментация, вот вам и Нобелевская премия открыли способ детерминации отделов головного мозга. В далеком 95-м году это просто нельзя было слово сказать. Хотя не только я, но и многие исследователи, кто всерьез занимался этими вещами, еще тогда показали, что эти работы, сделанные на мышах, построены на фальсификации результатов. А именно, значит, на восьмой день, когда у мыши в заднем и продолговатом мозге сформированы все ромбомеры, а именно по этому поводу была получена Нобелевская премия, все восемь ромбомеров уже есть, как писали в те времена тот же Вилкинсон и остальные, начинается экспрессия гомеобоксных генов. Но только они, как люди скромные, по-видимому, или очень жуликоватые, то есть плутовство было в чистом виде, экспрессируются то в хвосте, а не здесь. А потом инфекционно экспрессия этих генов двигается вперед и останавливается в соответствии уже существовавшими ромбомерами после того, как они исчезли. Вот это вот все выдавалось за детерминацию развития головного мозга. То есть, как мы видим с вами, очередная прохиндиада, закончившаяся ничем, поскольку ни понять развитие патологии, связанной сегментацией, ни понять нарушение дифференцировки черепно-мозговых нервов из такого подлога невозможно. Ну и несколько тонкостей, которые в реальности уводят человеческого зародыша из мира живущих в мир иной. Дело в том, что даже после имплантации в течение длительного времени все эти морфогенетические события очень уязвимы. Почему? Потому что детерминация не жесткая. С одной стороны, детерминировать нельзя, поскольку ты детерминируешь, значит, что при гибели любой клетки погибает, будут выпадать целые куски. Это невозможно. Значит, полной детерминации невозможны из-за того, что гибели очень много. Из 150 миллиардов нейронов у нас полтора миллиарда гибнет в процессе развития. То есть здесь детерминация невозможна. Ну, надо хоть чуть-чуть понимать, о чем ты пишешь, я говорю про генетику. А с другой стороны, и полностью отказаться от этой детерминации, то есть невозможно, поскольку нужна специализация отделов мозга. Ну, и мы видим бесконечные реальные причины патогенеза. бесполезно вам называть количество токсических веществ, избытка, недостатка того или сего, поскольку это дело неблагодарное и очень смешное. Ну, приведу пример. Анонцефалия, модное и популярное заболевание, одновременно проявляется в том случае, когда кислородная насыщенность в том месте, где человек живет, очень большая, и одновременно с такой же частотой, очень маленькая. Разница в два с половиной раза может вызывать в одну и другую сторону одинаковую патологию. Поэтому все эти сказки, что чего-то не хватает, являются действительно большими сказками. Ну, и по этой причине вот та же самая спина бифида в тяжелых формах, она вот здесь красненьким отвечена, это человеческие зародыши до 40 дней развития, вот в норме так, а вот так, причем с расстания самые разные. То есть мы опять имеем дело с морфогенетическим событием, а не с детерминацией. Абсолютно аналогичные вещи происходят и у зародышей при нормальном морфогенезе в 42-й день, и то же самое при патологии. Видите, внутри какая замечательная кашка. В чем дело, морфогенетические взаимодействия в таком мозге не произошли. образовались свободные края нейроэпители, и они привели к гигантской пролиферации. Клетки же делятся. Оказывается, для того, чтобы прекратить делиться, нужно вступать в морфогенетические взаимодействия. Иначе вы не сможете остановить те же самые гены экспрессии, которые запускают пролиферацию. То есть, как видите, здесь очень тонкий баланс, говорящий о том, что в процессе развития по мере увеличения размеров мозга локальные морфогенезы подменяют общие. И тогда включаются генетические каскады, которые приводят к формированию клеток Пуркинье, Можечка и прочих сложных событий. Но это не значит, что они работают в раннем развитии. В раннем развитии все немножко не так. При различных морфогенетических нарушениях могут появляться даже такие чудеса. Я вот показываю гипотеларизм достаточно малюсенького нарушения терминальной пластинки межполушарной. И у вас получается гипотеларизм с малюсеньким мозгом. И много других патологий, о которых можно было бы поговорить, но для этого требуется несколько специальной подготовки. Например, здесь три варианта голопрозенцефалии, которые ведут как раз к этому замечательному варианту циклопии. когда у нас зародыш примерно на вот этих стадиях получает проблемы с миграцией вентральной волны, не руляться, и потом в зависимости от того, когда было оказано токсическое воздействие то или иного рода. У нас получается или полностью разделённые полушария, частично, то есть голопрозенцефалии, или совсем всё гладенько. Кстати говоря, это не значит, что они погибнут. Я на собственном опыте убедился в том, что вот с таким вариантом монополушарным, когда вообще ни мозолистого тела, ни парных полушарий, ни борозд и извилин нет, девочка дожила до 14 лет. Потом умерла, но тем не менее. То есть если это всё вовремя находить, это всё не страшно. Но сейчас в общем с этим большие проблемы и только в настоящее время постепенно мы подходим к тому, что можем видеть прижизненно, то есть у живых существ с помощью высокоразрешающей томографии такие подробности, как, например, клеточные элементы. Вот обычная гистология и клеточные элементы при такой томографии. Это, естественно, не внутри утробы матери. Это пока экспериментальные животные, конечно, не за такими барьерными препятствиями. Но, тем не менее, даже искусственный интеллект тоже может помочь. Хотя его нет, но поскольку это алгоритмизированная система распознавания образов, которая более-менее работает, можно доверять в данном случае человеческий мозг, искусственный интеллект, можно, так сказать, доверить некоторые простейшие вещи, с помощью которых проводить более глубокий анализ, в том числе клеточных элементов, я надеюсь, с повышением разрешения и размера высокоразрешающих томографов, в том числе утроби матери. На этом я позволю себе закончить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok